Друзья, давайте сегодня поговорим о роли сладости в вашей жизни. Некоторые девочки видят лишние килограммы, но рука их все равно тянется к шоколадке. Они не могут прожить ни дня без мороженого и очень любят различную выпечку. Хотя понимают, что на попе есть лишние жировые обложения, что бока они каким-то образом стали не такие, в общем, не девочка-гитара, так скажем. Давайте поговорим о том, что вы пеняете на стресс. Я заедаю стресс, я заедаю стресс. Какой тут механизм? Вы попали в стрессовую ситуацию, сразу начинают выделяться гормоны, которые являются стрессовыми гормонами. Например, кортизол. Кортизол не ждет, пока вы покушаете, кортизол ничего не ждет. Он выделяется, вместе с ним выделяется гормон инсулин. Кортизол быстренько бежит в мышечную массу, разбирает мышечную массу с образованием аминокислот, из которых кортизол умеет делать глюкозу. Представляете, ценные. Вы качали эту попу, а тогда прибежал кортизол, разобрал все и выбрал аминокислоты, из которых он может сделать дармовую энергию, глюкоза. Боже, да она ничего не стоит. Вот таким вот образом. Но инсулин работает немножечко позже. Инсулин что делает? Инсулин понимает, что клетки головного мозга сейчас в стрессе, им нужно много энергии. Он берет глюкозу из вашей крови, запихивает в клетки головного мозга. Головной мозг на какое-то время успокоен, вы решаете стрессовую ситуацию. Но это очень краткий миг, пока он успокоился. Так как инсулин всю глюкозу позабирал по клеткам, то возникает ситуация дефицита. В крови уровень глюкозы падает ниже нормы. Это называется гипогликемия. Как это выглядит? Легкий тремор внутри, холодный пот, чувство страха смерти и острое желание что-нибудь не съесть. Нет, правильное слово, сожрать что-нибудь. Это что-нибудь не отбивное. Если вам предлагать, ну вы на нее будете, к ней будете равнодушны. Вам нужно батончик баунти или шоколадку, или мороженое, чтобы быстро, тут же, пока вы поедаете продукт, восстановить уровень глюкозы до нормального значения. Иначе ваш головной мозг просто не даст вам жить. Вот такой механизм приводит сначала к лишнему весу, потом он приводит к нарушению углеводного обмена, что инсулинной резистентностью завется. Расскажу вам в системе старости нет. А потом, если вы ничего не сделаете, вы доиграетесь до сахарного диабета. Все, кто уже доигрался до сахарного диабета, вам ждать нечего. Под этим видео есть ссылочка на систему старости нет. Кладните и начните использовать. А у кого просто лишний вес, вы, конечно, можете подождать лет 10-15, пока попадете в ситуацию предыдущей группы населения. Но не рекомендую. Смотрите, мы же девочки. Вот как только вы, раздевшись перед зеркалом, увидели, что вы не идеальны, все, сразу нужно принимать решение участвовать в системе старости нет. Как мы работаем с углеводной зависимостью в рамках системы старости нет. На нулевой ступени мы избавляемся от инсулинорезистентности за счет того, что каждый день включаем самый большой поглотитель углеводов в мышечную массу. Каждый день это движение. На первой ступени мы разбираемся, эти углеводы плохие, потому что они быстро приходят в кровоток, а эти хорошие, потому что они медленно и в маленьком количестве приходят в кровоток. Это все первая ступень. На второй ступени мы с вами распаиваемся и отключаемся от сладких вод. Это очень важно. На третьей ступени я вам так расскажу про углеводный обмен, что вы сможете поддерживать непринужденную беседу с вашим эндокринологом и даже давать ей советы по эффективному снижению веса и выхода из метаболического синдрома и так далее. То есть каждая из 12 ступеней, которая является системой старости, как-то по-своему работает с вашим нарушенным углеводным обменом. Потому что если бы у вас не было вот этого заедания, у вас был бы здоровый углеводный обмен. Или когда вы преодолеете вот это вот заедание стресса, вы останетесь со здоровым углеводным обменом. Обещаю, ссылка под этим видео, она целебная. Просто присоединяйтесь. Продолжение следует...